Как жизнь, ребята? С вами Бенни. То, что взлетело, должно упасть. Это закон гравитации, а также закон СМИ. Когда вы на вершине, позаботьтесь о том, чтобы остаться там. Не увольняйте своего топового ведущего, как Fox News. Fox News совершил самоубийство. Они попытались убить Такера, но убили сами себя. Майский рейтинг рухнул. Теперь мы знаем цифры за май. Что ж, цифры за май говорят, что Фокс потерял треть своих зрителей без Такера. Треть! Треть! Неужели весь канал держался на одном человеке? Оставшиеся зрители, ну это старики, уснувшие в своих креслокачалках. Говно Ньюс убрал прайм-тайм шоу Такера Карлсона в конце апреля, чтобы заткнуть ему рот. В теории он все еще работает на фашистов с Fox, но без шоу Такера Карлсона в прайм-тайм. Некогда мощный и непобедимый Fox News едва обошел крайне левый MSNBC в прошлом месяце. Хотя в апреле говно Ньюс, в статье прямо так и написано, Джоном Нолти, это Брайтбард, имел в среднем 2 миллиона прайм-тайм зрителей. В мае бестакерный говно Ньюс опустился до 1,4 миллиона зрителей. Еще хуже то, что эти люди потеряли самую важную возрастную категорию для рекламодателей. Они потеряли половину таких зрителей. Практически 44% людей этого возраста. В смысле, боже правый. Ребята, господи, как они еще держатся? Fox News фиксирует значительное снижение в аудитории в прайм-тайм без Такера Карлсона. Канал потерял 32% зрителей в прайм-тайм. 44% в ключевой возрастной группе. В годовом рейтинге Fox News потерял 25% суточной аудитории. Минус 45% ключевой возраст. Минус 38% в прайм-тайм. Минус 62% ключевой возраст в прайм-тайм. Рейтинги альтернативных СМИ ОАН и Ньюс Макс взлетели до небес. Ньюс Макс сейчас обходит CNN. А что на Fox? Согласно этой статье, имя Такер Карлсон под запретом на Fox News. Ведущие Fox News избегают разговоров о бывшей звезде после его увольнения. Имя Такер Карлсон запрещено произносить в эфире Fox News. Мы проверили. И они не могут. Они не могут сказать его имя. На это есть что возразить по закону. Такер Карлсон судится или готовится судиться с Fox News. Он пригласил очень известного адвоката, который спросит с Fox по заслугам. Это будет очень и очень серьезное кровопролитие. Уже скоро увидим. Итак, что было дальше с Fox News? Как только они узнали, что Такер Карлсон готовится вести другое шоу, они вырвали все студийное оборудование из его дома. У Такера есть домашняя студия. Для этого есть веская причина. Человек, работающий на Такера Карлсона, рассказал. Антифа атаковала дом Такера в Джорджтауне, где он жил последние 30 лет. Они атаковали его дом, пока он был на шоу. Его жена была дома одна, у них дети, четверо детей. И они могли причинить вред, могли убить членов его семьи. Они знали, где он жил. Они ворвались в парадную дверь. Разгромили его дом, и Такер Карлсон сказал «Я уезжаю». И он уехал. И сейчас у него домашняя студия во Флориде и в Мэйне. Вот фото Такера Карлсона из Мэйна, где он готовится строить свою новую студию, потому что головорезы Фокс устроили погром. Посмотрите на нашего парня. Посмотрите, насколько он крот. Фокс Ньюс послал своих головорезов вырвать все студийное оборудование в хозяйственной постройке, в которой он записывает свое шоу в Мэйне. Вот она. Неплохо. Очень по-американски. Такер Карлсон и его дочь. Такер смотрит на топор. Посмотрите на эту штуку. Такер сказал, что срубал ей деревья. Неважно. Они строят новую студию, и у него хорошие помощники. Вот он отправляет коробки на переработку. Нельзя остановить хорошего человека. Давайте взглянем на объявление Такера Карлсона о возвращении. Возможно, его шоу будет выглядеть примерно так, немного провинциально. У него коттедж в Мэйне. Видео набрало почти миллион лайков, 200 тысяч ретвитов, 133 миллиона просмотров. Это на 130 миллионов просмотров больше, чем его шоу набирало каждый вечер на Фокс Ньюс. И основываясь на последних новостях о Твиттере, как Илон Маск своего рода спас свою компанию от возврата, к очень плохому поведению, пропустив, позволив выпустить фильм «Что такое женщина» на Дейли Уэр, у нас есть хорошее основание надеяться, хорошее предчувствие счастливого будущего для нас. А Фокс Ньюс, как по мне, может просто прозябать и разлагаться. Меня... меня так достал, так достал этот мир корпоративных СМИ. Добро пожаловать в новые СМИ, в настоящие СМИ с реальной аудиторией, которым не все равно. И вы можете помочь нам спасти Америку и победить коммунизм лайком, репостом и подпиской. С вами был Бенни, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!